День в день, час в час, минута в минуту. От этого воздух чище станет? Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на радиоболтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры. Всем доброго утра или доброго дня. Начинается программа «Климат-контроль». И с нами на прямой связи журналист, ученый, популяризатор науки Константин Рангс. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы всегда начинаем нашу программу с прогноза погоды. И вот сейчас я понимаю, что особенно многие ждут с таким трепетом душевным, потому что, кажется, середина августа. Обычно мы привыкаем к тому, что погода в это время начинает портиться. Ну, традиционно уже идут дожди, уже начинает холодать, уже дыхание осени. А в этом году погода как будто бы над нами с милостью велась и решила подарить еще кусочек лета и жаркая температура, солнышко греет. Как долго это продлится? Счастье? И есть ли какие-то прогнозы на ближайшее время? Ну, прежде всего, если смотреть на метеорологические карты, то можно увидеть, что огромные, мощные, и такое их два даже, они как такие слившиеся антициклоны, что называется, от Франции и чуть ли не до Урала. Вот такая огромная полоса повышенного давления. И мы как раз в Северной Перепеле охотимся. Всем не пить. Судя по всему, в ближайшую неделю. У нас будет хорошая погода. Не будет слизням ситого пекла, там больше 30 градусов. Но и, с другой стороны, кахаладрыги тоже не будет. Могут быть периодически отдельно грозовые дожди. Но это, как говорится, тоже составная часть хорошего лета. Поэтому, собственно говоря, до следующей пятницы можно сказать, что вроде бы все должно быть хорошо, а оптимисты считают метеорологически, что и глядишь, и дольше продлится вот этот период. Так что песня «Скоро осень, за окнами августа, от дождя подемнели кусты», она как бы не соответствует современным реалиям. Скорее всего, у нас будет желтеть листва, но не от осени, а от засыпи. Потому что дождей будет мало. А, в принципе, в ближайшее время будет замечательно. Совершенно для отдыха. И можно всем пожелать, как говорится, воспользоваться этим временем. Если мы говорим про желтую листву и недостаток воды, насколько Европа сейчас страдает? Потому что мы знаем, что европейские страны буквально вводят режим жесткой экономии воды, запрещают где-то на пляжах даже пользоваться душами, чтобы не расходовать воду. То есть там какие-то небывалые, беспрецедентные меры, поскольку вода становится просто дефицитом для Европы. Что происходит? Ну, во-первых, происходит то, что уже с начала лета там по большому счету стоит жара с небольшими такими слабыми перерывами, но мощных таких вот дождей нет. Посмотрите, на юге Франции сильнейшие пожары. Вот уже вся Европа помогает французам тушить эти самые пожары. С другой стороны, недостаток воды – пересыхают реки. Но это же пересыхание рек – это же не только проблема с водоснабжением. Мы здесь как-то забываем о том, что в Европе очень сильно развит речной транспорт, речные грузоперевозки. Примерно где-то 9% всех грузоперевозок – это по воде, по рекам. В Европе очень развита система каналов, которые соединяют разные водные бассейны. И, кстати, хорошая баржа, нормальная, она везет на себе, как сами европейцы говорят, груза примерно столько, сколько 100 большегрузных грузовиков или железнодорожных вагонов. А это одна баржа. Представляете, какое удобство, как низкие эксплуатационные расходы, когда вы везете это все по реке. Не нужно 100 водителей. Да, вот 100 водителей грузовиков не нужны. Сколько экономится горючего, сколько вообще, в принципе, сплошная экономия. Ну, вот, допустим, если идет судно, да, вот такая баржа, то, в принципе, это же очень выгодно, действительно. Потому что, просто вот, как вы отметили, водителей надо гораздо меньше, расходы топлива ведь гораздо меньше. Вот что еще на единицу груза. Вот это очень, кстати, даже экологично, поскольку это не открытый океан, есть станции, где можно, ведь не соляром, так скажем, двигатель будет работать, а на жиженом природном газе. Это же тоже развивалось. То есть, собственно говоря, речной транспорт вещь очень хорошая. Ему только надо инфраструктуру построить. Так вот, сейчас эта инфраструктура в виде рек пересыхается. Нет воды. Ну, ладно там это, как говорится, в Британии пересохли истоки Тэмса. Она как бы теперь начинается на 8 или 9 километров дальше от реального, бывшего истока. Потому что родники перестали быть. Но, так скажем, на Рейне, что происходит с Рейном, с Дунаем? Там просто на больших участках прекращается движение. И это означает, что груз нужно перегружать на те же самые железнодорожные составы, на грузовики. А, извините меня, уголь грузовиками возить, ну это кошмар. А теперь приходится возить уголь, потому что газа нет. И вот это очень важный момент. Еще оборотная сторона, как говорится, медали. Опять-таки, например, французы жалуются, что температура воды, например, брони или капроне река французских, слишком высокая. А это плохо для охлаждения систем атомных электростанций. А, как известно, Франция сидит именно на атомной энергетике. То есть одно цепляется за другое. И вот эта вот жаркая погода, она оказалась очень неприятной для Европы. А в первую очередь для центральной и западной. Вот это да. Ну и есть, конечно, еще один нюанс. Дело все в том, что антициклон – это время безветрия. Солнце-то оно и в любую погоду, чем наоборот, чем даже прохладнее, тем для солнечных батарей лучше. Но когда вот такая жаркая погода и нет ветра, то перестают крутиться ветряки. И они тоже перестают давать естественную энергию. Нет воды для гидроэлектростанций, а это уже даже в Норвегии стало проблемой. Засушливая погода. Почему норвежцы так лихо шли по линии электрификации транспорта? Мне повезло в 2009 году беседовать с специалистами в Осло, причем очень высокопоставленными специалистами. Нам показывали тогда модели электромобилей. Я даже в 2009 году получил возможность порулить немного. И они объясняли это очень просто. Норвегия – страна с уникальной ситуацией. Там горы. Эти горы расположены меридионально, с юга на север. Когда идут потоки влажного воздуха атлантического на восток, они ударяются в эти горы, подымаются, и тут же фактически идет непрорывный нон-сток дожди. Благодаря этому образуются водные потоки на склонах, которые потом рушатся вниз в их многочисленные фьорды. Норвежцы очень умело построили электростанции с маленькими, очень маленькими водохранилищами наверху, но зато с высокой высотой падения водяного столба для того, чтобы эффективно быстро крутились турбины. И они, вот это Норск Гидро, они оказались в ситуации, когда у них полным-полно электричества, а вместе с тем, как говорится, на мировом рынке большой спрос на продукцию статойла. Тогда это называлась компания статойла. И норвежцы пришли к совершенно разумному ответу. Давайте будем сами ездить на электричестве, а продавать вот этот самый бензин на мировых рынках и получать деньги для нашего богохранимого государства. Это логично. Это вот 13 лет назад они открытым текстом объясняли логику свою, потому что у них есть такие уникальные природные условия. Так вот сейчас у них не хватает воды для этих электростанций из-за засуги, потому что изменился поток воздушных, движение маршрута воздушных потоков. Нет такого количества, что называется, дождей, чтобы эта вся система работала. А она работать может только тогда, когда эти дожди идут практически постоянно. Вот это очень интересная ситуация. Интересно, в каком смысле? Смотрите, тут совсем на этой неделе даже наш премьер-министр сообщил о том, что запускается большая программа, будет организована компания, которая будет называться «Латвийские ветропарки». Это будет совместное учреждение «Латвэнерго» и «Латвия Смэль» – «Наши латвийские государственные леса». Да, действительно, идея хорошая. Говорят о том, что там будет до миллиарда инвестиций. И общая мощность составит 800 мегаватт. 800 мегаватт – это 800 миллионов ватт. Или, что для нас зачастую привычнее, 800 тысяч киловатт. Ну, киловатт – это что? Утюг, чайник, да? То есть, как-то вот такая вот бытовая вещь. 800 тысяч. Что такое 800 тысяч киловатт? Это означает, что 800 тысяч чайников могут одновременно кипятиться. Или там 800 тысяч микроволнов. То есть, считайте, вся Латвия может взять утром, включить одновременно чайники и микроволны. И все. И тогда мы полностью и еще на телевизоры и на зарядке останемся. Идея замечательная сама по себе. Но дальше начинаются чудеса. Рассказываю. Понятное дело, что ведь ветряки не будут работать на полную мощность постоянно 365 дней в году. Существует понятие – коэффициент установленной мощности. То есть, сколько теоретически можно получить электроэнергии, условно говоря, для ветряка, если он будет крутиться 24 часа 365 дней в году. И сколько он реально будет крутиться? Реально он будет давать примерно 34%. Так следует из цифр, которые были озвучены. Одна треть, одна треть, да, получается, заявленной мощности? То есть, это в течение года. То есть, 2,4 тераватта электроэнергии. Тераватт – это уже триллион. И вот мы переходим к очень важному моменту. Мы переходим к очень важному моменту. На самом деле, вот эти условные 34% коэффициент установленной мощности для ветряков – это очень хорошие цифры. Достаточно посмотреть в справочниках. Вот сейчас в интернете не проблема. Действительно, есть ветропарки в мире, которые имеют гораздо выше коэффициент установленной мощности, которые дают 41%, 48% даже. То есть, это очень хорошие показатели. Но эти ветропарки стоят в открытом море. Вот в чем дело. И они расположены в западной части Европы. Вот, например, посмотрите, почему очень хорошо ставить ветропарки в Голландии или в Дании со стороны Северного моря. Потому что ветер идет в основном-то с запада. И надо заметить, что ветер, приходя с океана на сушу, начинает интенсивно тормозиться. Поэтому самое лучшее место для ветропарков – это где? Это наше западное побережье. А для эстонцев – острова их. У них очень удобно, у них есть острова. И эти побережья годятся. И побережье Рижского залива, вон северное. Или западное побережье эстонии – Сарома, Ньюма. Там замечательно тоже их можно ставить. Однако в документах писалось о том, что ветропарки будут ставиться и в лесу. Но дело все в том, что в лесу как раз лес обладает фантастической способностью снижать скорость ветра. Вот это вот колебание деревьев от ветра – это просто означает, что энергия ветра передается в энергию механических колебаний деревьев. Вот это очень важная вещь. Для дерева это крайне полезно, потому что колебания дерева способствуют лучшему всасыванию воды из почвы. Но с нашей точки зрения мы оказываемся в ветровой тени. Но ладно, можно выбрать, поставить вот эти ветрогенераторы на возвышениях гораздо выше деревьев. Все бы хорошо. Но вот, например, в Германии, которая западнее нас и которой горы, прямо скажем, побольше, тот, кто ездил там по Германии, а мне довелось 15 раз туда-сюда, через Германию проехать разными маршрутами, я могу сказать, что, в принципе, Германия – это страна гористая такая, как минимум. Это север у нее плоский, как у нас. А так дальше, например, начиная с гор Дарца, уже все. И вот что интересно. У них средний коэффициент установленной мощности на суше где-то 17-18%. Надо сказать, что есть ветропарки, которые и так неудачно были поставлены даже в Западной Европе, что они дают всего 5-7% коэффициент установленной мощности. Вот в чем проблема. То есть, с одной стороны, понятное дело, что идеальный вариант был бы строить их в море. И это правильно было бы, поскольку в море все-таки как-то с ветром получше. А вот на территории материковой, чем дальше от берега, тем вопрос, как говорится, более-более такой сложный. Поэтому, с одной стороны, понятны наши желания. У нас ресурсов других нет. Ну что, не Гаури уже перегораживать от одного замка до другого. Долину Гаури строить электростанцию. Дождей не хватит, чтобы все это заполнить. Вот какая проблема. А если сейчас будет климат дальше меняться, то может получиться, что и ветропарки будут терять коэффициент установленной мощности. Нужных ветров мы не найдем и сыщем. А не получится? Действительно ли так, что пока мы будем строить, изменится климат, и вот то, что мы рассчитывали, вот эту треть, 34% превратиться в 20% или, не дай бог, там 15%? Ну, тогда инвесторы, которые инвестировали в это дело, будут терять деньги. Электроэнергии будет меньше, и цена ее по закону рынка опять-таки будет расти. Понимаете, это такая интересная вещь. Там, где сейчас дорогая электроэнергия, там, по большому счету, это очень плохо для промышленности, вообще для экономики. Вообще, в принципе, это плохо. Поэтому инвесторы деньги все время ищут в те местах, где электроэнергия дешевле. Вот ту же Норвегию вспомнил. Почему в Норвегии, при всех их огромных налогах, Норвегия – страна, по большому счету, которая построила социализм. Там норвежская рабочая партия у власти, по-моему, чуть ли не весь 20-й век. Они действительно для своего народа построили очень сильную социальную государство. Очень сильную. Но возникает вопрос, а за счет чего? А в том числе за счет того, что они грамотнейшим образом использовали изумительные природные ресурсы. Даже сейчас нет. Закончатся, они будут использовать платформы, например, для эксплуатации подводных течений. Они это очень активно разрабатывают. Они думают о том, что будет, когда у них, как говорится, нужно будет завязывать с этими платформами. Сейчас, правда, из-за дефицита газа, они опять на коне. И норвежские, датчане сейчас лихорадочно раскронсервируют свое месторождение морское газо. Газ в Европе, европейский газ опять нужен. Тут только его собирались закрыть, а тут вот в губах. И надо сказать, что для наших европейских, когда коллега, газовещиков, и нефтяников, сейчас наступает очень радостное время. Но в нашей Латвии нет ни нефти своего, ни газа. Я вот с моей точки зрения считаю, что нужно было бы сейчас поднять вопрос о том, что нужно опять, как было до 2009 года, переводить на шторф из категории невозобновляемого источника возобновляем. Ведь смотрите, это же просто издевательство какое-то. Германия может взять и раскронсервировать добычу угля. Поляки говорят, что они будут добывать уголь. Потому что если мы перестаем покупать российский уголь, то давайте добывать свой уголь. И вот на этом фоне уголь абсолютно точно, он образовался миллионы лет назад, и больше он не образуется. Вот я имею в виду десятки, сотни миллионов лет назад. А торф хоть медленно на 4 миллиметра в год, но он все-таки растет. Поэтому, в принципе, торфа у нас много. Мне вот довелось брать интервью с руководителями торфяного предприятия в СЭЭДе. Подумайте, там добыча торфа началась во времена мушкетеров во Франции. Ну не только во Франции, они и в Риге были, но шведские эти мушкетеры, шведские времена знаменитые. Но дело-то не в этом, дело в какие традиции. Уже тогда добывали торф для отопления. Я помню в детстве эти брикеты этого торфа, их тоже привозили, ими топили. Это энергия, которая вырастает у нас, на нашей территории. В Латвии торфа много. Есть прекрасные, еще есть специалисты по порту торфодобычи. Мало того, торфодобыча, как показывает финский опыт, она может приводить к тому, что на месте болота будут расти новые леса. Что тоже, опять же, хорошо. В чем причина, спросите? А вот в том причине, что Европейская комиссия в 2009 году издала регулу. Мне об этом рассказали специалисты по торфу в Финляндии и здесь в Латвии. В 2009 году я готовил для портала Слон.ру, большой материал, мотался туда-сюда, и это было действительно... Люди были просто в шоке. Как? Почему торф приравняли к углю? Он же хоть медленно, но он растет, он восстанавливается, он же тоже забирает углекислый газ, как бы, из атмосферы. Тогда это уже стало актуально. Поэтому мне кажется, что надо было бы давануть на Европу и заявить о том, что мы находимся в те ситуации, когда мы можем, реально можем сейчас, что называется, right now, прямо сейчас, мы можем переходить на свое топливо. Вот сейчас про эту щепу. Щепа все-таки из деревьев делается, а у нас такие запасы торфа, огромные запасы торфа. И вот если использовать эти запасы торфа, то да, электростанции мы не можем вот в одночасье взять и перевести опять с газа на торф. Кстати, изначально, то ведь они, эти все электростанции, это торфяные были, на торфе работали. И только вот последние 20-30 лет их, значит, перевели на газ. Окей. Но, если сейчас предложить топочный торф, например, для местных каких-то котелин, есть котельни, которые еще могут работать на твердом топливе, частным потребителям, это позволит сэкономить дефицитное газообразное топливо и дефицитную электроэнергию. Это решение проблемы. А, кстати, с другой стороны, это позволит сохранить рабочие места на этих торфоразработках. Вот в чем им речь-то идет, что, в принципе, и решение это всего взять и хотя бы отложить на сколько-то лет принятие этой регулы, которая была принята, но взять и перевести в связи с особыми ситуациями. Константин, а нет ли, скажем, таких же идей в других странах? То есть, насколько Латвия одинока вот в этом желании перейти на торфор? Ну, почему одиноко? Я был бы, если бы я этим занимался, я бы обратился в первую очередь к коллегам из Финляндии, из Эстонии. В Эстонии тоже очень много болот и много торфа. А возьмем финнов. Так там вообще, они финны посчитали. Они как раз в 90-е годы, в 2000-е годы они стали внедрять технологию переизготовления бензина из торфа. И результаты были очень хорошие. Очень хорошие. И поэтому они-ка прикинулись, что если все, весь наш торф переработать в бензин, то у нас получится, что бензина будет столько же, сколько у Норвега. Вот такие огромные у них запасы. Понимаете, то есть они-то были, я был в шоке, когда вот сидели люди и говорили, мы были на самом вот последнем в этом самом моменте перед тем, как объявить, что Финляндия может стать бензином независимой страной. Причем с бензином, который худо-бедно, но как бы обновляется. Возобновляется. Китайцы там интересовались, все было хорошо. Нет, на, пришел. Доброе утро, можно вопрос? Да-да-да, пожалуйста. Вот мне с водой непонятно. Нам в школе учили круглый год воды в природе, то есть испаряется, потом обратно выливается все. В космос вода наша не уходит. Так куда девается вообще вся эта пресная вода? Почему милеют реки и тому подобное? Спасибо. Спасибо. Да так она благополучно выливается. Вы посмотрите, какие потопы в Южной Корее, потопы в Индии, в пустыне были тоже не так давно потопы. В том-то и дело, что здесь она высохла, перенеслась на пол земного шара с облаками, с струйными течениями, их несли, несли, а потом в другом месте она благополучно вся и рухнула. Где-то что-то убирается, в другом месте появляется. Здесь у нас страдают от того, что реки пересыхают, а, например, на другом конце материка бесконечные потопы, люди гибнут, в том числе от вот этих вот потопов, все плохо. Вот это в том-то и дело, что механизм вот этого баланса, к которому как бы привыкли за последние пару-тройку столетий, он меняется и меняется сейчас очень быстро. И поэтому Земля, она, что называется, находится в состоянии такого хаоса. Об этом-то и речь идет. Но ведь нужно понимать, что вот опять вернусь к нашему торфу. Да, действительно, торф лучше, может быть, было бы из экологических соображений, выбросов имеется в виду СО2, и не добывать. Но ведь нужно понимать, что на огромных пространствах мира это торф и деревья и всякие другие материалы и уголь жгут и будут жечь. Население Земли 8 миллиардов, а население развитых стран, считая США, всю Европу, ту же Японию, ну, чуть больше одного, один к восьми. И вот эти вои, и вот эти семь остальных, они совершенно не озабочены проблемами экологии. Это несоизмеримые цифры, несоизмеримые объемы. Да, к этому нужно идти, но по большому счету сейчас нужно решать вопрос, как мне представляется, решать вопрос для нашего населения, населения стареющего, не способного физически, условно говоря, да и по климатическим условиям, протопиться тем, что сам пошел на задний двор и там нарубил себе уголька или, условно говоря, в лес пошел и нарубил себе дров. Ну, не так мы живем. Мне кажется, что это очень важно понимать, что у каждого, в каждом месте есть свои какие-то особенности. А мы пытаемся всех, условно говоря, в одну коробочку, знаете, в прокрустного ложу засунуть. Поэтому, конечно, идея о том, что развивать ветроэнергетику надо, она хорошая. Но очень большое опасение, что это может превратиться в очередную компанейщину, столь милую, судя по всему, всем нашему сердцу. И да, что-то мы начнем строить, делать, а потом похватимся о том, что деньги ушли не туда. Потому что, видите, как бы ветер дуть перестал. И тогда опять побежим к ученым, как вот было в Италии, когда сейсмологов посадили за то, что они неправильный прогноз дали. Вот насчет землетрясения в Аквиуме. Ну и что тогда нам делать? Мне кажется, что сейчас нужно политики должны отстаивать и искать союзников. Потому что, вот я говорю, и Эстония, и Финляндия в Европейском Союзе. Кстати, по-моему, еще и в Центральной Европе есть, где торфяные люди. Север Германии, Швеция опять. Мы должны искать союзников и эту, как говорится, регулу, которая нам мешает, ну, по крайней мере, если не отменить, то как бы сделать на нее мораторий на то время, когда наконец-то мы решим энергетические проблемы. Потому что, какой смысл нам беспокоиться о далеком будущем, если мы можем в ближайшие зимы перемен. Ну что же, спасибо большое. Это был Константин Рангс и программа Климат-контроль. До встречи в следующую пятницу. Всего доброго и хорошей недели. До свидания. Радио Болткома